Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Lanos 2008 года выпуска 1.5 механика передний привод пробег на автомобиле 131 тысяча километров ситуация следующая на ходу кондиционер работает отлично как только где-нибудь встал на перекрестке или в пробке буквально минуты через 2 кондиционер отключается и автомобиль начинает дуть через воздуховоды теплый воздух только автомобиль поехал спокойно в движении включается опять кондиционер все нормально работает, все хорошо пока опять не остановится пытались искать причину и давление в системе повышали и понижали его и думали клапан навернулся и чистили эти воздуховоды и испаритель думали загрязнен нет, дело оказалось гораздо проще отдал много денег на диагностики всякие ребята нашли это буквально за 5 минут кто бы это знал сейчас открою капот все дело в этом основном большом вентиляторе он работает, он крутится он включается, но он включается не на всю мощность вот она и вся причина здесь стоит большой вентилятор он не заклиненный он крутится и маленький вентилятор и всего-то было недостаточно охлаждения радиатора, кондиционера человек подошел взял положил под лобовое стекло датчик на выход воздуха и полил на радиатор водой все, температура сразу же понизилась и стал работать кондиционер так что просто умер вентилятор и умер каким образом щетки остались подточены но они еще держат подшипник видать или втулка там подклинивает и он не развивает полной мощности сейчас меняем вентилятор снимаем и устанавливаем новый взяли фирмы термал номер его идет 404 756 D АЦС это обозначение идет что вентилятор эти буквы как таковые не нужны вот вентилятор вместе с диффузором откручиваем три болта болт сверху и два болта снизу здесь направляющая вставляется и все подключаем и проверяем откручиваем болты снимем разъем один здесь в принципе все легко и просто когда знаешь причину заменить и устранить ее легче вся проблема в диагностировании причины хорошо хозяин нашел специалистов которые с кондиционерами на ты могут сразу выявить причину все третий болт вот там наш диффузор остается только снять с него разъем ну и подлазим отсюда снимаем разъем все вот и все ну да он и ручит так она новым лопастей меньше здесь получается 7 лопастей здесь 5 лопастей производительность будет чуть меньше устанавливаем на место 1 2 2 2 3 5 13 Субтитры сделал DimaTorzok Сразу одел разъем на место. Вот и вся замена диффузора. Запускаем автомобиль и включаем кондиционер. Ну, как видно, оба вентилятора запустились. Сейчас проверяем, нагреваем на улице. Температура сейчас 39 градусов. Посмотрим, как он у себя поведет. И уже скажу, в заключение помогло это или нет. Ну, все работает нормально. Теперь только остается покататься, посмотреть, как постоял автомобиль. И дожидались охлаждения, чтобы вентилятор включался без кондиционера. Кондиционер включили. Что так два вентилятора включаются на кондиционер, что на охлаждение включаются два вентилятора. Он отдельно не включается большой. Я думаю, что он будет отдельно на охлаждении. Нет. Поэтому все. Надеемся, что все будет работать хорошо. Если вдруг будут какие-то изменения, тогда внесу дополнение в видео. На этом все. Всего вам доброго.